Сегнеровое колесо Увеличивая размеры большого полуцилиндра, то при вращении жидкости появится центровежная сила, которая при выходе из сопла разгоняет турбину, переводя ее в режим самовращения. Стоит заглядцевать обращение рабочей жидкости, и мы получим фактически вечный двигатель. Есть мнение, что именно по этому принципу работали двигатели Шамбергера и Племму. Однако, ввиду наличия вязкости у реальной жидкости, опыты о создании подобных устройств не уменьшают всю степку. Продолжение следует... Продолжение следует...